Друзья, давайте мы сейчас начнем, да, нашу, сделаем такие вступительные, какие-то катакольные речи проведем, но это не затянется. Мы просто скажем о том, что мы вообще хотели сотворить с этим мероприятием. Значит, с одной стороны, у нас была идея собрать что-то в формате катона, который представляется более продуктивным, чем просто конференция, там, тусовка. Ну, вот, с одной стороны, поговорили, с другой стороны, потом разошлись, и не очень понятно, к чему все это приводит. Вот, конечно, время такое тяжелое, нужно себя заставлять в выходные прийти, но классно, что кто-то пришел. И еще была идея, что наш вот этот посыл, нашу инициативу объединить с потребностью, с инициативой местного сообщества в горящих регионах. Ну, сейчас очень сильно горит в Забайкалье, в Бурятии, это уже несколько лет подряд продолжается ситуация. И поэтому вот там находятся потребители информации, потребители тех технологий, которые мы хотели бы развивать, совместно разрабатывать. Поэтому просто неинтересно там, присоваться в своей среде, хочется донести посыл до потребителей. Поэтому вот у нас такая немножко сложная логистика. Мы, значит, договорились с организаторами в Бурятии, хорошо, что там нашлись люди, которые просто окунулись головой в новую для себя тему. И зарядили этой идеей правительства, там как-то все к этому относились с некоторой опаской. Но в итоге вот допустили проведение хакатона в правительстве Республики Бурятия. Об этом отдельно скажется организатор хакатона Дарья Архенчей. Сейчас мы... Вот. Значит, по программе у нас запланировано несколько блоков. Первый блок — это технологии и данные, в котором выступают и выступают эксперты. Второй блок — это пожарная работа, в которой выступят добровольцы и организаторы команд добровольных пожарных, которые тоже являются потребителями информации и заказчиками на данные и технологии мониторинга пожаров. И дальнейший блок у нас посвящен... Еще небольшой блок, посвященный теме вообще IT-волонтерства, информационных технологий. Это то, в чем являются экспертами теплицы социальных технологий. И вот ребята, мы им очень благодарны, они всегда приходят на помощь и поддерживают нас самыми какими-то спонтанными идеями. Мы всегда это... Мы в этом смысле полагаемся на них, как на таких более опытных организаторов. И от них Алексей Сидоренко, руководитель теплицы, расскажет о теме IT-волонтерства. Вот. Давайте тогда перейдем к докладам. Дарья, отключи его, давай. Да, коллеги, доброе утро. Еще раз очень приятно приветствовать и московскую площадку, особенно Ивану Данскую. Сегодня выходной день. И представители органов власти, и представители учебных заведений, и общественная организация собрались здесь для того, чтобы чуть-чуть по иному посмотреть на вопрос работы и каких-либо возможных решений вокруг ситуации с лесными пожарами и в нашей республике, и за ее пределами. И вот как я буквально упомянула, что сейчас мы... Что мы пытаемся сделать, проводя это мероприятие? Мы пытаемся объединить силы органов федеральной и региональной власти, силы общественников и знания, умения и технологии, которые представлены и широко используются сейчас для решения нашей задачи. Можно буквально пару вопросов. Всю программу вы видите. Сегодня у нас больше такая образовательная, сущностная, содержательная часть. Вся программистская часть и работа над возможными прототипами будет проводиться завтра. В УАМД это будет в здании Брестского госуниверситета новый корпус, 4-й, 5-й этаж. Встречаемся по времени с вами чуть позже определим, это будет 9 или 10 часов. Сегодня после двух блоков именно образовательных мы разобьемся на команды, да, в зависимости от задач. Там может быть сразу руководители определятся, какие-то командиры команд и сформулируются. Я думаю, что, наверное, более-менее все уже представляют, кто как будет работать. Поэтому давайте начнем. Сейчас хотелось бы передать слово Игорю Анатольевичу Сердюкову, Игорю Анатольевичу Пармареву. Дарья, я слышно? Да, еще два вступительных слова, Дарья. Не слышно? Еще два вступительных слова. Да, пожалуйста, пока Игорь Анатольевич готовится, будьте добры. Хорошо. Уважаемые коллеги, здравствуйте. У нас здесь некоторая дискоммуникация из-за удаленного режима работы. Меня зовут Алексей Ситаренко. Я руководитель публицизационных технологий. И вот, как Горгий сказал, мы конкретно выступаем соорганизатором московской части. И для нас очень важно. Мы проводили по чрезвычайным ситуациям мероприятия в 2014 году. Ну и в целом, если кто-то помнит такую карту помощи при пожарах, мы с коллективом... Алексей, а можешь, пожалуйста, камеры повернуть? Мы не видим голову. Отлично. Мы выступали, собственно, я вот эту карту помощи первую установил, и тема пожаров, и потом мы получили премию Рунет из нее. И, конечно, она близка, особенно в плане того, что информационные технологии могут сделать, и как могут помочь людям. Поэтому, собственно, и вообще, как бы, не будь карты пожаров, не будь пожаров сами по себе, наверное, деприции не было бы. И поэтому, собственно, мы в таком экстренном режиме вызвались помочь Георгию организовать здесь московское мероприятие. И, собственно, наша часть будет чуть-чуть еще попозже в плане докладов. Я хотел бы здесь Георгию организовать, который, собственно, в том числе, да, с помощью которой стало возможно вообще предоставление этого помещения совершенно бесплатно. И, скажите, пожалуйста. Добрый день. Я очень рада... Можешь? Да, да. Попробуй, пожалуйста. Я очень рада приветствовать вас в этой стенах. Это библиотека Союза театральных деятелей, научная библиотека. Нам 120 лет, библиотеку 210 лет. И я очень рада, что эта библиотека как общее место, в самом широком социокультурном смысле, слово всегда годится для проведения мероприятия. Политика нашей библиотеки такова. Мы должны быть бесплатны. Мы считаем, что библиотека должна быть открытая, бесплатная, максимальное количество услуг должно быть бесплатным. Она должна быть открытая. И мы очень рады, что мы можем... Наш зал позволяет принять наиболее уважаемое сообщество и таким образом оказать возможную помощь в блантерском деятельности. Мы всегда приглашаем и читать, и проводить мероприятия. Во вторник у нас в бланке приглашаем и езжайте. И на своем любительском уровне мы тоже попытались сделать некий очень маленький гуманитарный проект, но об этом я отдельно расскажу. Мы очень рады приветствовать в наших стенах. Надеемся, что у вас это мероприятие пройдет удачно, хорошо и всегда приглашаем. Спасибо. Спасибо, спасибо. Дарья. Идем к вас. Коллеги, давайте мы тогда начнем. Я бы хотела передать слово Игорю Анатольевичу, представителю агентства лесного хозяйства. Он, в свою очередь, расскажет про те системы, с которыми они работают. И параллельно коллеги сейчас технически постараются подключить ссылку на их карты. Игорь Анатольевич, будьте добры. Доброе утро. В ноябре будет 10 лет, как Республиканское агентство лесного хозяйства начинает использовать гранационную систему дистанционного мониторинга лесных пожаров. Данная программа разработана в Российской Академии Наук. В ноябре, 10 лет назад, я прошел обучение в Академии Наук России по данной тематике. Данная программа направлена на своевременное выявление термических точек. Есть ряд космических кораблей, в основном это американские корабли, которые определяют и контролируют все термические точки, которые возникают в том числе и на территории Российской Федерации. У нас интересует большая часть Российской Федерации, прилегающая к ней другие страны, потому что у нас бывают также и сопредельные пожары, которые переходят и на сопредельные территории, сопредельные страны, и бывают относухие. У нас же, так сказать, это Республика Монголия, у нас ряд районов, это Кяфкинский, Акинский районы, Житинский, Закаменский, которые непосредственно ограничат с Монгольской народной республикой. Мы это дело все контролируем, все термические точки, которые фиксируются в данной программе, мы их идентифицируем, то есть наши специалисты идентифицируют. У нас ежегодно происходит подготовка руководителя тушения крупных лесных пожаров, в том числе при учебе руководителя тушения пожаров мы производим учебу. Да, данные представители всех категорий, которые занимаются организацией тушения лесного пожаров, пожаров, это не только специалисты лесного хозяйства, подпредельные нам учреждения, лесхозы, автономные учреждения лесхозы, в том числе авиаделения, это тоже наше структурное подразделение, в том числе арендаторы лесных участков. А также у нас за последние годы стали активно, ну не активно, но много начинают уже проводить учебу, это представительные муниципальные образования, а также были сотрудники, вот в этом году очень много было сотрудников особо охраняемых природных территорий, которые обучались как руководителя тушения, в том числе у нас пользователей данной программы. И есть посередине слушателей, которые у нас получают эти знания, это из других регионов, в том числе из Забайкальского края, в том числе и представители МЧС Забайкальского края. Ну, в том числе и уже лет, наверное, пять, эти программы пользуются и наши представители МЧС по республике Бурятия, они также используют данную программу для идентификации термических точек, как на 8-м фонде, так и на территории всей республики Бурятия. Данная программа, я уже знаю, что разработан Академией наук, в Ростисхозе, точнее, в городе Куркино-Московской области происходит дешифрование поступающей информации. Там есть определенный отдел, который занимается дешифровкой, и потом выставляется каждые 10-15 минут после пролета космического корабля, мы получаем новые снимки, да, и определение термических точек с определением координат этих точек, удаленность от населенного пункта и географические координаты. Что позволяет нам своевременно реагировать на термические точки? Это один из самых эффективных способов мониторинга, потому что в каком смысле у нас мониторинг лесных пожаров производится тремя способами. Первый — это наземный мониторинг, который рассуществляется силами пожарно-химических станций, которые являются структурными подразделениями АОИ-лесхозы, АОИ-лесхозы. Кахэски бывают первого, второго и третьего типа. Во всех автономных учреждениях, во всех пожарно-химических станциях имеются пользовательная программа, и все лесхозы и лесничества имеют индивидуальный доступ по каждому лесхозу, каждый лесхоз лесничества имеет конкретно свой доступ к данной программе. Рост лесхоз с помощью вот этих программ контролирует, как наши пользователи, как часто заходят и пользуются. Если мы, я говорю, за 10 лет обучили пределы около 1000 человек, активными пользователями, коды доступа получили 200 человек, и активными пользователями, активными пользователями, которые занимаются, выходят и пользуются этой программой не менее двух-трех раз, это переделы 150 человек, то есть 150 человек пользуются данной программой. Большей частью это, конечно, работники лесхозы и лесничества, работники, в том числе есть и арендатели, я уже говорил, что МЧС мы каждый год совместно в целях проверки готовности муниципальных районов по жароопасному сезону проводим по порядку, как сказать, утвержденным главой Республики Бурятия о готовности муниципальных районов по жароопасному сезону. И мы видим, что значительная часть районов, муниципальных районов, уже тоже используют данную программу, они также получили код доступа данной программы и используют ее для обнаружения термических точек. Я уже сказал, что данные продукты поступают через каждые 10-15 минут, в том числе и ночью. Я уже сказал про наземный мониторинг. Авиационный мониторинг производится на своих бортов собственности. Республики Бурятия нет, поэтому наше авторное учреждение, Азабайкальская авиационная база, нанимает, заключает договора с определенными компаниями, авиационными компаниями, которые осуществляют за счет средств федерального бюджета авиационного мониторинга. Авиационный мониторинг осуществляется по маршруту патрулирования, также как и наземный, который утверждается Агентством лесного хозяйства. По наземному мониторингу у нас 414 маршрутов, общая протяженностью 25 тысяч километров. И авиационный мониторинг осуществляет 11 авиателений, 11 авиателений, также по маршруту, который утверждается Агентством лесного хозяйства, а также согласовывается за дальнейшим рост искусствам. Авиационный и наземный мониторинг осуществляется за счет субъектов федерального бюджета. Проведение данного вида мониторинга требуется ежегодно около 400 миллионов рублей. Но так как у нас финансируют по достаточному принципу, уделяют всего 530 миллионов. Авиационный и наземный мониторинг осуществляется в соответствии с 376-м восстановлением проекта Российской Федерации, то есть в соответствии с классами пожарной опасности. Чем выше класс пожарной опасности, тем интенсивность мониторинга увеличивается. Если, например, при 5-м классе пожарная опасность при самым высоком доедельных действий через течение ситуаций, которые у нас продолжаются в нынешнем ростоплении, и то, чтобы мы почти весь пожарный опасность сегодня более в этом состоянии, авиационный и наземный мониторинг должен осуществляться круглосуточно. А при таком финансировании это, естественно, становится невозможным. Игорь Анатольевич, простите, пожалуйста, а можно поподробнее рассказать именно по спутнику и мониторингу? А вот я дальше перехожу. Поэтому использование данной программы является существенной подмогой в обложении тушения местных пожаров. Как я вам рассказал, что имеется вообще в ходе доступа, да, я вам сейчас продемонстрирую. Здесь видно, что у нас есть отчетный слайд, по которому можно определять, как обнаруженные точки их рост, технических точек, да, можно определять пожары, возникновение пожаров, зная какие номера, в том числе и по картографическому интерфейсу. По отчетности, вот мы используем в большей части, ну, что касается агентства из нового хозяйства, это отчеты данных на земных инвестиционных служб, да, и есть отчеты особо охраняемых в природной территории. Это заповедники, национальные партии, да, это отдельные считаются, да, они и эти программы пользуются. Нас интересует агентство из нового хозяйства, это отчеты по данным на земных инвестиционных служб. Отчеты о революционных на земных служб у нас составляют, это регионально-диспертическая служба, которая относится, числоцируется, на Ашане, да, Шевченко-130, начальник диспертической службы Республики Бурятия, это Дмила Николаевна Петрова, она собирает индифицировать все термические точки непосредственно, работая с лесхозьми непосредственно. Вот в данной таблице представлены ежедневные отчеты о лесных пожарах, которые можно судить. Здесь имеются пять кинтерев, по которым вводится или не вводится режим через тяги 20. Вот давайте мы с вами посмотрим на сёдочную дату, на сёдочную дату, на сёдочную, 24.06. Кликаем на дату, и мы сейчас должны увидеть, какие у нас критерии выходят, да. На сегодняшний день, так. Сейчас пока забросится. Слева закрытая для сотрудников, возможно, за доступ к работе? Если вы получите код доступа, для работников лесного хозяйства и уполномоченных на это, код доступа бесплатно. Вот ищем Сибирский федеральный округ, Республика Бурятия. Вот смотрим, да. Здесь опять критерия доли крупных пожаров, да. Вот этот серый цвет обозначает, то есть он показывает среднее количество по отношению к конкретному сёдочному дню за пять лет. За пять лет, за пять лет. Ну, за пять лет, и вот с этого года, да, ставлено за десять лет. То есть анализ проводится за десять лет и показывает, да. Это вот тот крупный пожар, доля выигрыша общей площади, да. Доли ликвидированных пожаров в день обновлежения, количество лесных пожаров на один миллион гектаров, да. И средняя местная площадь одного лесного пожара. Вот мы видим, что по Республике Бурятия на сегодняшний день... Один красный критерий, да. То есть средняя площадь для одного пожара превышает среднее, чем за десять лет. Вот видим, как начало с шестого по пятнадцатый год, да. Вот один... Сегодня у нас, значит, один красный критерий из пяти критериев, да, один у нас сегодня красный. Согласно 276-го постановления Конституции Российской Федерации, решим чрезвычайность ситуации регионального характера действует, когда у нас два и более красных критерий, когда превышают значение, чем за десять лет. Вчера у нас было два критерия, сегодня один. Но буквально на прошлой неделе у нас были все критерии красные. То есть исполнопробно действуем, решим чрезвычайность ситуации. Уже на вчерашнее число вышло изменение указа о постановлении главы Республики Бурятия о действии режима чрезвычайности ситуации. У нас два района, это Закаминский и Джидинский район, написали прошение о снеге решила. Так как у них критерии эти давно не соответствуют, то есть они все у них положительные, с положительной динамикой. И глава Республики принял решение о снятии режима в каждом районе. На сегодняшний день также четыре муниципальных образования, четыре муниципальных районов подали заявление на снятие режима, так как у них эти критерии сняты. И дальше, чтобы увидеть нам, как нужно работать с данной программой, заходим в информационную отчетность на основе данных космического и сонного мониторинга, информационная система по региону. В этой системе 1СДМ, 1ТСДМ показывает то, что... Ищем опять Сибирский федеральный округ, Республика Бурятия. Вот видим, да, значит, мы вот видим, да, Республика Бурятия на сегодняшний день у нас действует, наблюдается 33 термических точки. Вот 33 термических точки. Здесь нюанс какой у этой программы? Она контролирует термические точки, независимости подтвердилась, она не подтвердилась, в течение 10 дней с последнего момента регистрации. Всего, мы видим, да, на территории Республики Бурятия было заспексировано 698 термических точек, на сегодняшний день действует 33 термических точек. В том числе мы видим, как горели наши соседи, да, по Сибирскому федеральному округу. Самое большое количество термических точек это было заинтересовано в Забайкальском крае 805, да? И мы всегда ориентируемся на самые горимые регионы, это Республика Бурятия, Иркутская область, Забайкальский край, да, и Амурский область. Это ежегодные лидеры Российской Федерации по количеству термических точек. А я, ну, может, вы уже знаете, да, что Республика Бурятия является вторым регионом по солнечной энергии, по количеству солнечной энергии. Что самое интересное, самое большое количество солнечной энергии находится не в Сочи, как говорят, да, о Забайкальском крае, а Республика Бурятия по этому критерию находится на втором месте. Кроме того, что Забайкальский край и Республика Бурятия, то есть самым пожароопасным регионом, по Республике Бурятия средний класс пожарной опасности 2,65. Это один из самых высоких классов пожарной опасности по Российской Федерации. Сейчас, вот, дальше смотрим, кликаем на данную программу 1СФТ, и мы увидим... Не хочет. Дальше. Ребята, здесь не поля, на территории Республики Бурятия, на 25-е число. Вот видите, здесь 25-е число, и показывает конкретное время. Вот это время может меняться, да, каждые 10-15 минут. То есть информация в случае изменения по выявлению новых кермических точек, да, по приросту кермических точек, да, она все показывает. Данная программа показывает номер пожара. Например, они все подозначаются, как КАМ-705, вот, например, кермическая точка. Координаты, географические координаты, зона мониторинга. У нас есть, какие зоны мониторинга существуют. Ну, сейчас зону отменили, но это старая классификация, но по старой классификации расскажу. Это газельная зона мониторинга. Это куда силы средства пожаротушения добираются в течение 3-х часов. А то есть в газельной зоне мониторинга. Координатная зона мониторинга, где больше 3-х часов добираются, да, к космическому мониторингу первого уровня. Где фактически находятся резервные леса, резервные леса, и они не используются. И как минимум еще в течение 20-25 лет они не будут использоваться. Но, я считаю, что...